И именно для доставки воды в труднодоступные места еще в советское время на базе грузовика ГАЗ-51 и была создана специальная автоцистерна АЦ-20. На пожарной службе всегда стояли автомобили различного назначения. Кроме оперативных машин и лестниц существовали автоцистерны. Их задача доставлять воду для тушения туда, где она отсутствует. Речь пойдет о 36-й модели, построенной на базе первого послевоенного грузовика ГАЗ-51. Начиная с 1959 года, Грабовский завод переоборудовал получаемые из горького шасси с кабиной в АЦ-2051, что расшифровывается как автоцистерна с насосом производительностью 20 литров воды в секунду. Полная масса автоцистерны с экипажем из 5 человек оснасткой, 1100 литрами воды, 5-10 литрами пенообразователя составляет 5,5 тонн. Стандартную кабину ГАЗ-51 удлинили, ей добавили пару дверей и диван. Боковыми дверьми закрыты отсеки, в которых расположены рукава, наконечники и другие нужные вещи. На крыше автомобиля закреплены длинномеры, пеналы для всасывающих рукавов и трехколенные лестницы. Чтобы к ним подобраться, на задней стенке кузова имеются перилы и ступеньки. В кормовой части находится пожарный насос ПН-20, развивающий давление 9 атмосфер. Он приводится в движение от коробки отбора мощности. Рядом ручки управления. Двигатель. Рядная нижнеклапанная шестерка объемом 3,5 литра, мощностью 70 лошадиных сил. Способный разогнать машину до 70 км в час. Расход топлива при скорости 40 км в час на 100 км в пути 20 литров. При работе пожарной помпы мотор потребляет 16,5 литров бензина в час. Водительское место такое же, как на ГАЗ-51. После переделки машины в пожарную кабина осталась изнутри зеленой. Снаружи, справа видна дополнительная подвижная фара-искатель. Двигатель запускается нажатием ноги на плунжах. Мотор флегматично спокойный, совсем не шумный и малооборотистый. Тяга выше всяких похвал. Случайно заглохнуть, трогаясь невозможно. Полностью заправленной тяжелой машиной управлять нелегко, особенно на скользкой дороге. Но тогда это было нормой. Этот автомобиль настоящий герой. На его счету много спасенных жизней и имущества. Конечно, современная пожарная техника ушла далеко вперед. Но в ней совершенно точно живут гены этой машины. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова